Приветствую вас, друзья! С вами Евгения Таро, как всегда, сайт MagExpert.org и проект «Карта дня». Сегодня у нас 23 ноября 2015 года и мы работаем с «Оракулом мая». Для того, чтобы принять участие в проекте, вам нужно спросить совета у «Оракула» или узнать прогноз на сегодняшний день и выбрать одну из трех карт. Что ж, делайте ваш выбор и будем смотреть, что нам на сегодня выпало. А первая карта на сегодня – это карта «Настороженность», перевернутая, которая была у нас еще вчера, но сегодня она снова с нами. Но я напомню ее значение. Если вы позволите себе проявить горячность, ситуация выйдет из-под контроля. Существует опасность поддаться мрачным мыслям и воспоминаниям о былых неудачах, ошибках, проблемах. Переосмыслите происходящее и беритесь за дело с новой стороны. Другой подход нужен здесь, другой подход. Вы раньше были просто неэффективны, а теперь у вас новый шанс появился. Вам могут помешать непредвиденные обстоятельства в ваших делах или какие-то люди. На фоне общего негатива остерегайтесь опрометчивых шагов. Другими словами, друзья, вот есть название «Настороженность». И несмотря на то, что карта перевернутая и, казалось бы, должно быть какое-то другое значение, все-таки будьте немножечко насторожи сегодня. Вот так, как говорится, на стрёме. Не давайте волю своим эмоциям, каким-то импульсам, каким-то высказыванием резким. Не повторяйте старых ошибок. Сегодня побудьте немножко таким шпионом. Тише воды, ниже травы. Окей? Я надеюсь, что этот совет для вас сработает. День пройдет удачно, и вы мне потом об этом напишите. А мы переходим ко второй карте. А второй на сегодня выпала перевернутая карта дух. И я зачитываю ее значение. Ваши усилия какое-то время оставались незамеченными, но скоро вас оценят. Сейчас лучшее время улаживать ссоры. То есть, если вы были в каких-то конфликтах, идите на примирение. Обстоятельства незаметно изменятся вокруг вас и, наконец-то, улыбнется удача. К вам потянутся окружающие. Но даже если кто-то из них и не доверяет вам полностью, поймите его сомнения. И действуйте так, как считаете нужным. И этот человек обязательно изменит к вам свое отношение. То есть, верьте себе, верьте в себя, и тогда все окружающие вас поверят. Действуйте по совести, как говорится. Действуйте правильно с вашей точки зрения. И тогда удача повернется к вам лицом. Чего я вам искренне желаю и надеюсь узнать от вас, помог ли вам этот совет на сегодня. А мы переходим к третьей карте. В третьей позиции сегодня снова выпала перевернутая кость. Что-то довольно частенько она стала выпадать. Ну, давайте зачитаем, что же она обозначает. Вокруг вас ходит много сплитин, но вам не нужно обращать на них внимание и не нужно что-то пытаться кому-то доказывать, что вы не такой или вы не такая. Это все равно не возымеет пока успеха. Лучше сосредоточьтесь на том, что вокруг вас есть близкие люди, ну или хотя бы один близкий человек, который поможет вам справиться с этими переживаниями. Скоро данный этап окажется позади, так что вообще не парьтесь по этому поводу. Это произойдет тем быстрее, чем скорее вы справитесь с унынием. То есть, ну просто не впадайте в уныние по этому поводу. Через это все проходят, так или иначе. Почувствовав усталость, вы ждите время, отдохните и не заставляйте себя действовать через не могу. То есть, если вы сегодня где-то почувствовали уныние, апатию, усталость, дайте себе отдохнуть. Вот и все. Обязательно все неприятности уйдут и все у вас будет хорошо, все наладится. И вы мне об этом напишите обязательно в комментариях, правда ведь? Ну или хотя бы лайк поставите. Вообще, друзья, жду от вас лайков, жду от вас поддержки этого проекта, жду от вас комментариев. Не стесняйтесь, пишите. Я все ваши комментарии читаю с большим удовольствием. И очень вам благодарна за то, что вы откликаетесь на карту дня, за то, что вы находите время, чтобы написать. Ну и за вашу поддержку я всегда, всегда вам искренне, по-настоящему благодарна. Что ж, не прощаюсь с вами, как обычно. Жду вас завтра на карте дня. А пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok